Поехали. Итак, в своей лекции я решил не останавливаться подробно о достижениях последних лет, а именно рассказать о проблемах, о тех задачах, которые стоят, в том числе не только перед мировым сообществом, но и перед нашей страной. В частности, как раз звонок был из Казанского университета моего знакомого, которые собираются у себя устанавливать радиотелескоп 13-метрового размера, о которых дальше пойдет речь. То есть, эта тема актуальна и интересна, и поэтому думаю, что и лекция будет в таком ключе полезной. Итак, без какой-то преамбулы рассказываю и показываю сайт международного проекта под названием GIGAS, как переводят его и называют иностранцы. По-русской глобальной геодезической системы наблюдений, весьма амбициозный проект, который стоит перед мировым сообществом для решения следующих задач. Как написано на слайде, это сбор, архивирование и обеспечение, поскольку результаты все открыты, будут полной доступности геодезических, астрономических наблюдений. Главным образом в трех областях, которые, как вы понимаете, мировое сообщество выделило в качестве основных задач. Это кинематика поверхности Земли, это ориентация и вращение Земли, и изучение гравитационного поля и его переменности как в пространстве, так и во времени. Требования, которые выдвигаются, они чрезвычайно амбициозны и примерно на порядок лучше существующих, то есть в относительной мере это где-то 10 минус 9, 10 минус 10. Это касается следующих основных данных, которые, опять-таки, главное, то, что отличает от сегодняшнего момента, это получение всех данных, которые дальше перечислены, практически в реальном масштабе времени. В настоящее время это, ну, в среднем, наверное, две недели. Соответственно, первая и важная задача это измерение расстояний или координат между точками выбранными. Это единица миллиметров. Ну, изначально называлась величина 1 миллиметр, ну, теперь как-то чуть-чуть скорректировали до единиц, ну, первых единиц миллиметров. Соответственно, измерение скоростей это доля, опять-таки, первые единицы, доля миллиметра в год. Наконец, при определении параметров вращения Земли, к которым относятся координаты полюса, всемирное время и углы прецессионные, это, ну, если в расстояниях, то это, опять-таки, миллиметры или первые единицы миллиметров и десятки микросекунд, ну, либо времени, либо, вернее, десятки микросекунд дуги, тогда как для времени это единицы первые микросекунд времени. Наконец, при определении небесной системы координат, без которой, опять-таки, никуда не деться, это десятые доли миллисекунды, даже первые, так, единицы сотых доли, то есть микросекунды дуги, и определение фундаментальных астрономических постоянных, опять-таки, единицы микросекунд дуги, и последняя, чрезвычайно важная позиция, это синхронизация часов, разнесенных на межконтинентальные расстояния или в космическом пространстве, на единицы десятки пикосекунд. Повторяю, что все эти параметры, которые задаются, они в среднем на порядок лучше того, что сейчас достигнуто. Под это дело были собраны огромное количество, тут десятка-полтора различных служб, думаю, что о многих вы и не слышали, хотя они существуют и десятилетия, а некоторые и больше, а именно, это гравиметрическое бюро, модели топографии цифровые, известные вам службы космических геодетических систем, служба вращения Земли, служба лазерной локации, РСДБ, ну и многие другие, которые здесь перечислены, повторяю, это международные службы, в которых и Россия участвует, но, тем не менее, есть задачи, которые наша страна решает независимо от всех этих организаций, ну и об этом чуть позже пойдет речь. Это колоссальное количество народу, сил и средств, которые участвуют вот в решении и тех задач, которые в настоящее время действуют, и вот тех перспективных задач, которых я рассказал и показал выше. Ну, наконец, переходим, собственно, вот к трем важнейшим пунктам, которые стоят перед этой международной программой или проектом Джигас. Первое — это определение и реализация геоцентрической системы координат, поскольку, понятное дело, что точность решения этой задачи, она стоит на первом месте и является, собственно, той ступенькой, которая задает точностные характеристики для всех остальных приложений. Естественно, это положение объектов или пунктов на Земле, они должны быть каким-то образом зафиксированы, и это делается с помощью некого каталога, точнее, вот как ее называют, реализации. И это одна из задач вот этого проекта Джигас, это выбор таких пунктов, которые бы обеспечили, собственно, вот те самые миллиметровые точности решения задач, и под, собственно, эти требования формируется и этот список, и, собственно, то конкретное содержание приборов на этом самом пункте, которые должны проводить наблюдения, и, собственно, результаты этих наблюдений должны вам обеспечивать вот ту самую реализацию этой системы координат с миллиметровой точностью. Соответственно, помимо нашего желания, должен быть сформирован некий план работ, и как это все будет происходить, ну и, собственно, происходит в настоящее время, поскольку эти работы ведутся сейчас активно, потому что не может быть и не должны быть какого-то перерыва между старой системой и новой системой. Поэтому эти работы проводятся, ну, с одной стороны, теоретически по разработке определений системы отчета, их реализации, соответственно, тесное взаимодействие всех служб современных наблюдений, ну, это сеть, в первую очередь, РСДБ, лазерные локации станций навигационных систем, станций доплеровских измерений Дорис, и, собственно, Международная служба вращения Земли курирует и объединяет эти наблюдения для вывода, собственно, финальных результатов. Следующая важнейшая задача — это построение теории преобразования между небесной и земной системой отчетов, системой отчета. В основном это определение параметров вращения Земли и подтягивания, собственно, теоретических разработок к уровню измерений. Оказалось, что теория чрезвычайно сильно отстает от экспериментальных данных, и поэтому одной из важнейших задач — это построение теории вращения Земли как раз для вычисления этих углов, связывающих земную и небесную системы координат. Наконец, разработка новых методов обработки с учетом гигантских объемов данных, которые будут получаться новой системой GIGAS. О размерах и масштабах объемов данных чуть позже будет сказано. Наконец, главное, что еще и требуется, это использование разнообразных средств наблюдений и измерений с целью выявления систематических ошибок, присущих данному конкретному методу, и исключения, по максимуму, исключения этих ошибок из финального результата. Главным образом эти систематические ошибки, они связаны с тем, что используются либо радионаблюдения — это РСДБ, ГНСС, в том числе и Доплеровские, и лазерная дальнометрия — это оптика, соответственно, использование оптических и радиометодов дает возможность использовать наилучшие качества того или иного метода. Наконец, что надо сделать, как планирует работу в этом проекте, а именно, как я сказал, это разработка следующего поколения станций, которые, собственно, будут фиксировать земную систему координат, и эти станции должны оснащаться приборами нового поколения. Более того, предполагается не просто расположение этих станций, ну, где, как говорится, удобно. И в результате сейчас мы имеем места, где их много, и, наоборот, там, где пусто. Предполагается некое более-менее, так сказать, планируемое размещение этих пунктов для улучшения, собственно, геометрической конфигурации, с тем, чтобы как раз решить и глобальные покрытия, и в то же время, так сказать, оптимизировать число этих станций, поскольку все это стоит весьма и весьма недешево. Наконец, предполагается размещение инструментов разного типа в одном месте, в одном пункте, что называется, вот, словом, коллокации, с тем, чтобы как раз эти пункты, на этих пунктах можно было использовать разнотипные приборы как раз для выявления систематики и исключения этих систематических ошибок из наблюдений. Дальше это развитие космического сегмента, то есть развитие космических аппаратов, которые могли бы использоваться для улучшения построения земной системы координат, и в то же время проводилось измерение гравитационного поля Земли. Ну и последний пункт, это распределение центров данных, центров обработки данных, с тем, чтобы можно было эту информацию распространять достаточно быстро и свободно. Теперь несколько слов о России. С одной стороны, международное сотрудничество хорошо, и наши пункты участвуют в этой работе, но в то же время у нас есть свои собственные задачи, в том числе связанные с обороноспособностью страны. В связи с этим у нас разработана была своя система координат под названием «Параметры Земли», или кратко ПЗ-90, которая, как вот ниже написано, была создана без, это строго, без интеграции с какими-либо заграничными учреждениями. Она сугубо отечественная и создана конкретно под ГЛОНАСС. То есть все вычисления у нас в стране, как вот здесь написано, выполняются на основе постановления правительства, и именно вот эта вот система, она у нас официально признана, и мы обязаны именно в этой системе работать. Соответственно, фактически для того, чтобы достичь, тем не менее, вот тех международных требований по точностным характеристикам, по оперативности, мы должны независимо решать вот все тут задачи, которые перечислены, желательно без участия каких-либо заграничных средств, заграничных учреждений, и это, повторяю, задача решается, ну, главным образом это курирует топографическое управление Генштаба, собственно, это, они являются заказчиками вот всех этих, всех этих задач, которые здесь и решаются. Здесь, ну, есть уже, как говорится, раз, два, три реализации, вот последняя, PZ90.11, она, если первые две достаточно сильно отличались от международной системы, этой IT-RF, то последняя отличается от IT-RF 2008 реализации международной системы координат на миллиметры. И все это, повторяю, достигнуто с учетом наших отечественных средств и, собственно, отечественных станций. Ну, и здесь, конечно, возникает задача, ежели мы хотим не отставать от международных организаций и точностных тех характеристик, которые они задают, должны решаться, соответственно, вот эти пункты для того, чтобы эта наша система была, что называется, на уровне точности международной. Это, естественно, увеличение числа пунктов, расширение географии. Если в основном, и главное отличие, это то, что эти пункты в основном были на территории, ну, СССР, потом России, то сейчас активно эти пункты расширяются, и благодаря и Министерству иностранных дел, да и самому президенту, они, ну, то есть, решение, это чрезвычайно сложное, вот на таком уровне происходит по развитию и расширению этих наших пунктов на Кубе, в Бразилии, Южной Африке, и так далее, и так далее. И, естественно, оснащение этих пунктов самыми современными средствами, а именно радиотелескопами, дальномерами, приемниками современными ГНСС, которые принимают сигналы от всех существующих систем, и, в том числе, новыми стандартными частоты и гравиметрами. Ну, вот в этом плане как раз сейчас вот звонок с Казани, где они собираются ставить радиотелескопы в Казани, как раз отвечающие всем современным требованиям. Ну, вот, переходим теперь, собственно, к РСДБ. Первый слайд, самый познавательный, связанный с принципом работы этой системы, а именно, в самом простейшем случае, это два радиотелескопа, разнесенных на трансконтинентальное расстояние, или там, может быть, даже и единицы, или десятки километров. Главное, что происходит независимый прием сигнала и записи на одном телескопе, на втором телескопе, затем эти записи передаются либо на дисках, либо по интернету сейчас, и выполняется корреляция с тем, чтобы найти вот эту величину задержки, которая несет всю информацию и о Земле, и о космических объектах. Ну и принципиально важной роль РСДБ во всей этой системе является то, что решаются все три задачи одновременно, в отличие от других систем, а именно это и определение небесной системы, координат, в настоящее время уже их раз, два, три каталога, то есть три реализации есть, определение всех параметров вращения Земли, и главнейшим из них является всемирное время, поскольку это необходимый параметр для всех, для работы всех навигационных систем, то есть мы должны знать это время и уметь даже предсказывать его те значения, которые закладываются на борт всех космических аппаратов GPS, GLONASS, BIDU, и прочих, Галилея. И, наконец, третья задача, это, ну, я тут, конечно, сильно написал определение земной системы координат, на самом деле, роль РСДБ здесь, в общем-то, некую вспомогательную роль имеет, поскольку телескопов порядка двухсот штук сейчас, значительно уступает количеству антен GPS, GLONASS, которые, понятное дело, намного дешевле, проще, их там порядка тысячи штук уже в этой системе, и, соответственно, это здесь роллер СДБ все-таки некая несколько вспомогательная. И главное это то, что РСДБ нечувствительны к центру массы Земли, в отличие от спутниковых систем, поскольку измеряются спутники, которые летают относительно центра массы Земли, тогда как РСДБ никоим образом к центру массы не привязаны. Именно поэтому требуются некие вспомогательные средства для того, чтобы наблюдения на РСДБ привязать к центру массы Земли, а это есть определение земной системы координат. Начало находится в центре массы Земли. Собственно, почему возникло параллельно, даже немножко чуть раньше, чем проект Джигас, появилась идея модернизации РСДБ. Идеи достаточно простые и понятные. Во-первых, все старые телескопы создавались где-то 40 лет назад и не приспособлены к решению астрометрических задач. Главным образом по причине того, что они тяжелые, медленные, опять-таки очень высокой стоимости обслуживания и, как я сказал, очень большая задержка после наблюдений для получения результата. пока эти раньше ленты, потом диски перевезут с одной антенны и другой в коррелятор и так далее. В общем, недели две это занимает. Ну вот, поэтому примерно в 2008-2009 году появилась идея построения специализированных антенн, которые должны иметь диаметр 12-13 метров антенны на самом деле из пластика. извиняюсь. Алло, Валерий Никитич, лекцию читаю пока, потом. Где? В конференц-зале. Ну, ну ладно. Ну да, хорошо. Хорошо. Поэтому они легкие, достаточно быстрые, не написаны тут. в общем, для того, чтобы переводить антенну с одного источника на другой и увеличить число наблюдаемых источников и количество наблюдений, необходимо, во-первых, сократить время записи каждого источника и быстро переводить антенну с одного источника на другой с тем, чтобы охватить как можно большее количество, поскольку чисто статистически потом получается естественно более точный результат. Наконец, были разработаны широкополосные приемники и высокоскоростные накопители данных и плюс высокоскоростные линии передачи данных. Результат некой рабочей группы, которая изначально называлась VLBI 2010, в 2010 году они сформулировали требования на новые поколения этой системы, потом его переименовали следующим образом. Это порядка миллиметра определения координат, ну и соответственно десятый миллиметр год скорости антенн. Непрерывное наблюдение без перерывов, то есть представляете, антенна крутится постоянно, непрерывно, без праздников, выходных и прочих, за исключением конечно ремонта. И наконец задержка до выдачи результата после недели должна быть минимальная, то есть наблюдения должны и вычисления результата должно проходить в квазиреальном времени. Это вообще говоря работа группы этой, ну так скажем, была фактически на добровольных началах, и это этот проект был предложен опять-таки фактически на добровольных началах международному сообществу. Тем не менее, деньги каждая страна изыскивала в своих резервах, и уже в настоящее время даже еще не все тут страны перечислены. Тем не менее, все эти антенны уже имеются и работают. Это антенна в светлом немецкая, это Шпицберген, это Швеция Онсула, антенны, ну немножко разного типа, подороже, подешевле, немецкая, это две немецко-испанские, это тоже самые две немецко-испанские. Тем не менее, они обладают схожими характеристиками, то есть высокая скорость вращения, относительно легкие и относительно дешевые в обслуживании, и более того, и немцы, и шведы, и норвеги, норвежцы изыскали средства на две антенны, поставили так называемые антенны-близнецы для как раз решения ряда вспомогательных задач, помимо просто наблюдения квазаров, именно для расширения возможностей этой системы. Как раз вот нечто подобное как раз и казанцы сейчас хотят построить в себе. Дальше, значит, помимо самого железа необходимы были и новые облучатели, диапазон частот очень широкий, от 2 до 15 ГГц, плюс требования чрезвычайно жесткие на положение фазового центра, то есть той точке, собственно, относительно координаты которые и приводятся в каталоге. Соответственно, две линейные поляризации одновременно будет приниматься и левой, и правой поляризации, то есть фактически двойной объем информации. Наконец, приборы, которые, то есть это совершенно новое поколение аппаратуры, которая отличается кардинально от имеющихся, соответственно, эти конвертеры, собственно, преобразования из частоты из радио в промежуточную полосу без, естественно, потери фазы, дальше форматоры данных, то есть это преобразователи, аналог, цифра, и, собственно, регистраторы, которые должны иметь вот такую сумасшедшую скорость записи, и опять-таки планируется, что первые системы будут комплектоваться таки регистраторами на дисках для, так скажем, пока отработки этой технологии, но потом от них откажутся, и все данные будут вот с такой скоростью передаваться по оптоволоконным сетям к коррелятору либо к распределенным корреляторам для оперативной обработки, как я сказал, для выдачи информации почти в реальном времени. Комплектовые регистраторы, как нетрудно, но специально привел исключительно для того, чтобы продемонстрировать их возможности, то есть они не проходят ни по скоростным данным, ни по количеству станций, которые могут участвовать, но, как я сказал, эта система VLBI-2010 или VIGOS, но планируется по максимуму 30-40 антенн, но ясное дело, что наблюдать один и тот же источник, ну, может, так скажем, примерно половина из этой серии, все равно это будет составлять порядка 20-15-20 антенн, которые будут выдавать каждый объем данных, и, соответственно, этот коррелятор должен их, как я сказал, почти в реальном времени переваривать и выдавать, соответственно, результат корреляции. Соответственно, под эту новую сеть планируются и новые системы, либо, ну, рассматривается и, как из вариантов, централизованный процессор, который будет собирать эти данные так, и рассредоточенная сеть связана это с тем, что, опять-таки, появились новые алгоритмы, новые видеокарты, новые стратегии корреляции таких огромных потоков данных, которые могут быть даже, так скажем, не особо скоростными и дорогими компьютерами обрабатываться. Ну вот, соответственно, новая стратегия наблюдений это уменьшение времени перевода антенной с источника на источник порядка 10 секунд всего-навсего, соответственно, уменьшение времени наблюдений каждого источника тоже порядка 15-20 секунд и, естественно, улучшение планирования наблюдений так, чтобы составить программу, чтобы антенну не дергать на 180 градусов, а там мелкими шагами переводить с источника на источник. Ну и все-таки остается главная проблема это модель атмосферы, которая в настоящее время может быть учтена с точностью 30-40 секунд, а это сколько? в длине проснулись. Ну вот, типа правильно, порядка двух сантиметров. То есть нам надо по крайней мере в 10 раз точно лучше и в 20 эту самую задержку в атмосфере учитывать. Увы, пока это невозможно. Но в качестве примера приведена запись для Менделеева станция в GNSS GPS и ГЛОНАСС. Соответственно, есть такая услуга это вычисление тропосферной задержки по всей международной сети и они позиционируют эту ошибку как 3-4 миллиметра. Ну вот здесь собственно показаны два дня январь и июнь. Ну, во-первых, видно, что это в миллиметрах, кому не видно, издалека. Соответственно, размах здесь достигает 5 сантиметров в течение суток и естественно из-за изменения влажности главным образом. Соответственно, эти 3-4 метра увы, получаются опять-таки с задержкой примерно сейчас в две недели и все равно точностные характеристики они на грани, но все равно не удовлетворяют системе и VLBI 20-10 и вообще всей проекту GIGAS. Поэтому это есть одна из важнейших задач, которая, увы, пока не решена и народ даже еще так не понимает, каким образом приступить к ее решению для достижения того самого миллиметра. Ну, несколько слов об этом еще позже будет сказано. Сейчас перейдем, собственно, к радиоисточникам. Пока именно квазары, выбранные квазары являются основой для построения небесной системы координат, именно их и наблюдают на РСДБ, на новой и на старой сети. Собственно, по нашим знаниям мы, вообще говоря, наблюдаем не некую всю эту сложную систему квазар, а именно какие-то элементы джета или что-то около джета. И, собственно, эти элементы мы и называем радиоисточником именно к этим объектам и привязываем координаты, которые затем входят в каталог. Собственно, из-за такой сложной структуры источников возникают следующие проблемы, а именно изменения координат радиоисточников, связанные, по нашим представлениям, это с прецессионным движением джетом и вспыхиванием вот этих или затуханием этих отдельных облаков плазмы в джете, к которым, повторяем, мы привязываем координаты в каталоге. Это действительно сильно отличает от того, что мы раньше имели при наблюдении звезд. Звезды действительно некий точечный объект, в отличие от радиоисточников. Плюсы и минусы очевидны. Звезды близки и имеют собственные движения, радиоисточники далеки, но, тем не менее, они имеют не собственные движения, а какие-то видимые движения, связанные с этими процессами. Реально мы имеем наблюдение нечто подобное. Источник некий, который в каталоге ИЦРФ-1 был определяющим, потом его оттуда исключили, из-за того, что он действительно показывает вот это самое видимое движение, но к оранжевым и черным здесь показаны результаты обработки разными центрами анализа, но в линии те же самые естественно анализ, вторичная обработка выполнялась разными способами, тем не менее, результаты чрезвычайно близки, соответственно, есть некая линейная составляющая этого движения, плюс еще достаточно быстрой вариации центра яркости того, что мы называем радиоисточником, которые естественно приводят к изменению положения этого объекта на небе. В чем это реальное измерение, мы реально это видим, движение, но составляет единицы, десятки микросекунд дуги в год. При том, что мы называем и изначально у нас аксиома такова, что эти радиоисточники фактически бесконечно далеки от нас и не должны бы иметь никакого движения, поэтому эти источники идеальны вроде бы для построения инерциальной системы координат. Но оказывается, что, увы, природа сложнее наших понятий. так это выглядит на небе. То есть вся эта картина, увы, не замороженная, а мы имеем опять-таки некую квази-инерциальную систему с движениями, повторяю, на уровне микросекунд или десятка микросекунд дуги в год для большинства источников. следующее важнейшее и, так сказать, проблемная теория связана с тем, что при изменении, ну, по нашим понятиям, при изменении частоты наблюдений от 8 гигагерц, что сейчас, к 40 гигагерцам, что планируется, и антенны, малые антенны, они работоспособны на этих частотах, то есть мы переходим от примерно трех с половиной сантиметра к 7-8 миллиметрам. Предполагается, по нашим теориям, что мы будем смещаться от объектов более далеких, от начала джета к этому самому центру, и расстояние оно примерно по нашим теориям обратно пропорционально частоте. То есть реально мы это наблюдаем вот на известном квазаре 3273, такую замечательную картинку нашу, положение радиоисточника в кавычках, что мы наблюдаем от радиодиапазона до рентгеновских лучей, и действительно вроде бы как это все получается и работает. Соответственно, сейчас мы имеем каталоги вот те три поколения, они получены на современной сети RSVB, и это рабочая частота 8 ГГц, то есть 2,5 сантиметра. Соответственно, при переходе к более высоким частотам, к меньшим длинным волн, предполагается, что у нас должно быть смещение порядка от 10 на 20 наносекунд, и связано оно будет именно с физическим переносом в собственную радиоисточник из одной области джета, в какую-то более близкую к началу этого джета область, но американцы главным образом это дело продвигает. И главный их тезис, то при повышении частоты мы действительно вроде как переходим в область близкую к началу джета, и здесь источник будет более компактный, более значит менее подвержен возмущениям, и это вроде бы даст нам улучшение стабильности этой системы. Дальше несколько слайдов на английском, это выдержки из статьи, дальше написано вот тут по данным первого релиза Гайя собственно сравнение оптических координат, которые Гайя наблюдал, и вот этой референсной системы отсчета, основанной на положениях квазаров. Здесь вкратце перечислено, что они сравнивали с ЭЦРФ-2, то есть вторым релизом всего порядка трех с половиной тысяч радиоисточников в этом каталоге, и точностные характеристики, они соответствуют, ну, здесь порядка сорока микросекунд к так называемым определяющим объектам, которых всего 295, и безусловно, Гайя до этого сильно не дотягивает. Это вот сразу надо сказать, поскольку при яркости объектов 19-20 величины, ну, дальше тут будет показано, вот, то есть их распределение, характеристики Гайи резко, точностные характеристики резко падают, и точность измерения координат в этом диапазоне составляет примерно пол миллисекунды, на порядок хуже, чем РСДБ дает. То есть, в этом плане, опять-таки, следует сказать, что, по-видимому, этот каталог Гайи, он будет, естественно, более легок и более прост для большинства наблюдателей, поскольку это оптический каталог, но, тем не менее, точностные характеристики радиокаталога все-таки превышают оптический и, скорее всего, радиокаталог, он останется основой для небесной инерциальной системы координат. Ну, в общем, дальше идет несколько слайдов касательно именно проверки теории и возможности смещения оптического центра изображения и радиоцентра изображения. вот они показывают, что из этой статьи, что примерно 94% источников из их списка и их оптических компонент находятся в пределах 10 миллисекунд и считается, что это весьма замечательный результат. То есть, то есть, ну, здесь вот показано вот такая, такие нормализованные координаты, то есть, разница между оптическим и радио изображением, поделенной на корень из суммы квадратов ошибок из каталога ГАИ, из каталога ИЦРФ, но видно, большая часть концентрируется в пределах единицы, как это и должно быть, но, тем не менее, есть вот области, где вот такие выбросы есть, и вывод такой, что, в общем-то, все равно на разница между оптическими радиоизображениями весьма мала, и это вроде бы как противоречит нашим вообще пониманиям о структуре источника, как это так, и почему наша теория не работает, вот это является тоже загадкой, ну, по-видимому, дальше, может, сейчас будет вот вышел второй релиз, будет, наверное, окончательный каталог ГАИ, более того, в августе мой приятель Сергей Клеонер приедет выступать на конференции астрономической, он один из авторов этого проекта, и, ну, может быть, расскажет, что и как, и почему вот такой результат получен, иными словами, то, что мы имеем из ГАИ и результатов радионаблюдений, вообще говоря, противоречит пониманию нашей физики вот этих самых квазаров. Ну, либо, либо точноноценные характеристики ГАИ в диапазоне вот 19-20 звездной величины ну, как-то сильно-сильно уступают радионаблюдениям. Ого, ну, хорошо, переходим дальше к следующим задачам. Итак, первая задача, это была вот координатная задача, которая решается разнообразными средствами, как я сказал, и главную роль при наблюдении радиоисточников и формировании небесной системы координат, соответственно, земной системы координат частично и, собственно, определение параметров вращения земли имеет определяющую роль вот этой системы РСДБ и, надеюсь, новое поколение этой системы. Ну, наконец, какие требования теперь выставляются для параметров вращения земли, которые представляют у себя собственно углы, связывающие земную и небесную систему координат. Чрезвычайно высокие, а именно, ну, во-первых, как было сказано, периодичность получения, это, но фактически непрерывное, временное разрешение от 10 минут и задержка, ну, практически вот через эти самые 10 минут. Соответственно, точностные параметры, которые сейчас достигнуты, которые планируются, они примерно на порядок лучше, чем сейчас. Эти величины, повторяю, нужны главным образом, почему это требуется оперативность и квази-реальное время вычисления, главным образом для поддержания работы навигационных систем, для которых эти параметры что называется жизненно необходимы. То есть, чем точнее мы их закладываем, тем более точную информацию вот все ваши смартфоны и прочее будут получать при вычислении соответственно координат, поскольку они, эти параметры, входят в, собственно, в решение тех уравнений, которые формируют ваш смартфон или калькулятор, на основе принимаемых данных со спутников. Ну и здесь остается нерешенная проблема, это так называемая почти суточная нотация или free connotation, которая представляет из себя аналог Чандельверского движения полюса и вызвано это тем, что имеется жидкое ядро, которое вращается, ну, можно сказать, независимо от мантии, и, соответственно, это ядро, ось вращения этого ядра чуть не совпадает с осью вращения Земли. Результат мы имеем вот такой вот, что у нас имеется периодическое колебание, то есть это разница теории существующей принятой в настоящее время и наблюдений. Но масштаб, как нетрудно видеть, здесь достигает порядка миллисекунды, периодичность порядка 430 дней, и что с этим делать, опять-таки, никто не знает, и как это как это явление теоретически предсказать, спрогнозировать, опять-таки, никто не знает по причине нашего, так скажем, плохого понимания в реальности, что происходит в ядре, как это ядро связано с мантией, посредством каких сил, и момент угловой вращения ядра передается собственно на мантию. Соответственно, для решения и так сказать, развития этой теории 2000 года создана соответствующая рабочая группа для улучшения теории, но пока, по-моему, никаких серьезных продвижений и никаких революционных идей, которые бы могли вот это явление объяснить, предсказать, увы, пока не видно. То есть, это проблема. Следующее. Изучение гравитационного поля Земли. Во-первых, все спутники летают вокруг Земли и в основе их движения, но и главным образом, опять-таки, ссылаясь на навигационные системы, имеющиеся в настоящее время, они, естественно, это поле каким-то образом не учитывают, а это поле влияет на их движение. Соответственно, мы его должны знать для прогнозирования координат аппаратов. Опять-таки, эти координаты вместе с параметрами вращения Земли имеются в навигационном сообщении, и это навигационное сообщение принимается смартфонами, приемниками, GPS, GLONASS и так далее. Но есть случаи, когда ни GPS, ни GLONASS не работают. Это либо горные условия, либо очень плотная застройка, и, соответственно, в настоящее время прорабатываются идеи. Д плюс ко всему иногда и с помощью каких-либо средств можно заглушить те или иные сигналы навигационных систем. Поэтому прорабатываются методы и средства, которые могли бы помочь использовать данные для навигации в особо сложных условиях. Использование гравитационного поля Земли и магнитного поля Земли для таких устройств. Про магнитное поле я ничего не буду говорить. Отдельный разговор. Несколько слов про гравитационное поле. Во-первых, имеются космические методы. Это известные проекты Грейс Готча, которые позволили построить глобальные модели гравитационного поля Земли до примерно 150-й степени и порядка. Это здорово и замечательно. Более того, они строятся на примерно месячном интервале. То есть, мы видим изменение поля во временном масштабе и в пространственном масштабе. Степень и порядок 150, но это соответствует наверное все равно порядка 100 километров участком на Земле порядка 100 на 100 километров. Соответственно, с одной стороны это здорово, конечно, а с другой стороны это все-таки недостаточно высокое разрешение для реализации навигации по этому полю. Поэтому в дополнение к космическим методам должны быть выполнены естественно наземные съемки, где разрешение ну хоть метр может быть если конечно столько сил есть здоровье ходить с гравиметром и мерить поле на расстоянии метров. Тем не менее подобные съемки выполняются ну главным образом и по заданию скорее всего каких-то нефтегазовых компаний для поиска нефтегаза там или еще чего-нибудь с высоким разрешением и для этого в настоящее время придуманы весьма полезные я считаю приборы а именно фактически автономная зенитная камера которая полностью автоматизирована ставит ее запускают и фактически это мини мини фзт мини фотографическая зенитная труба то есть все естественно решения выполняются в автономном режиме и сравнение координат напоминаю астрономически как вот здесь показано и геодезических поскольку в этот прибор вмонтирован и приемник навигационных систем это позволяет найти разницу между астрономическими и геодезическими координатами с очень высокой точностью порядка две десятых угловых секунд за измерение час то есть подобные приборы разработаны в НИФ-3 в Питере и сейчас я думаю начнется или же началось серийное производство с тем чтобы подобные измерения проводить наземные в таком автоматизированном режиме и соответственно ну правда территория конечно нашей страны огромная тем не менее первые шаги по разработке и применению подобных приборов будут уже сделаны и соответственно в ближайшее время будут уже какие-то результаты ну вот следующее важнейшая задача это связь системы высот с геоидом идея это простая и понятная вычисляет потенциал в некой начальной точке в измеряемой точке и соответственно эта разница она связана с интегралом по высоте от постоянной ускорения сил тяжести нет постоянной ускорения сил тяжести соответственно начальная точка у нас это петр первый заложил в кронштадте вторая точка во владивостоке и разница между уровнем воды в кронштадте и владивостоке достигает в настоящее время нескольких метров именно по той причине что вот проводя вот эти измерения на такой колоссальной базе набегает ошибка и соответственно это величина ну никоим образом потребителей не удовлетворяет несколько метров и миллиметры которые выше закладывались во все эти наши проекты соответственно решение я думаю уже найдено и будет в ближайшее время реализовано это использование высокостабильных стандартов частоты для изучения и формирования этой самой высотной основы на совершенно новом уровне а именно ежели мы используем стандарты частоты с нестабильностью порядка 10 минус 18 то его подъем на один сантиметр как раз приводит к изменению частоты на как раз величину примерно 10 минус 18 осталось лишь такие часы такие стандарты частоты разработать и сделать естественно мобильный вариант чтобы его можно было возить тем не менее эти эксперименты были проведены с так с имеющими стандартами которые в настоящее время мобильные порядка на 2 хуже тем не менее эксперименты показали эксперимент успешный теория работает и осталось дело за малым это построить мобильные компактные стандарты частоты такого типа значит созданы такие уже часы вот здесь характеристики прототипа часов вот как раз 1.6 на 10 минус 18 на основе терби соответственно повторяю главное главное достижение что такие часы есть и необходимо лишь сделать их транспортабельными опять-таки это оптические часы или же часы на отдельных атомах работы проводятся чрезвычайно активно по всему миру в том числе и у нас и результаты не так впечатляющие несмотря на санкции у нас огромный прорыв сделан примерно за последние пять лет в этом деле и я думаю в пределах пяти лет у нас будет создан компактный образец для как раз с необходимыми параметрами 10 порядка 10 минусу 17 для более того для космических приложений ну и следующая важнейшая проблема это синхронизация мало иметь хорошие и высокостабильные часы нужно уметь их сличать или сравнивать соответственно настоящее время это величина порядка в линейной мере 30 сантиметров или порядка наносекунды ну с некими подчеркиваю в радиодиапазоне и с некими ухищрениями удается до 2-3 десятых наносекунды спустить то есть до 10 сантиметров по расстоянию но все равно это несравнимо и отличается примерно порядок от требуемых миллиметров поэтому проводятся опять-таки работы и достижения просто сумасшедшие опять-таки на расстоянии 15 километров ну 15 километров все-таки не тысячи километров тем не менее результаты оптимистичны используя специальное оптоволокно получено расхождение частоты 10-18 на интервале полгода это сумасшедший результат и опять-таки естественно используя вот такие часы и возможность их перевозки но не с такой конечно стабильностью показана именно возможность измерения гравитационного потенциала и соответственно высотные основы ну и следующий фантастический результат буквально двух лет назад это это стандарты вот на атомах того же самого и тербия показали относительную стабильность уже двое часов в разных пунктах относительная нестабильность 3 на 10 минус 19 то есть вот такими темпами идет прогресс по использованию часов и соответственно формированию шкалы времени новой на принципиально новых часах и вывод такой что к сожалению к сожалению радиодиапазон увы не позволяет достичь тех самых миллиметровых точностей при распространении сигнала и учет соответственно задержки с такой точностью возможен лишь в оптике и только по лазерному каналу мы как вот утверждают эти товарищи лишь только в оптическом диапазоне ну или близкому к оптическому в ближнем инфракрасном диапазоне мы имеем даже теоретические основы для прогноза прогноза прохождения пучка света через атмосферу и учету этого учета этой задержки на уровне как они пишут менее миллиметра таким образом вывод что вот предыдущие работы по сличению часов и по передаче информации возможны в этой новой системе лишь с помощью лазерных каналов связи и на основе этого родилась и новая идея вообще говоря навигационной системы которая принципиально может отличаться от существующих а именно запуск аппаратов с атомными часами на борту которые с помощью лазерного канала связи встречаются с помощью встречаются с наземным оптическим стандартом частоты и это позволяет вычислить разницу расхождения шкал времени на уровне 10-16 или фантастические цифры 30 фемтосекунд за сутки и при синхронизации их с пикосекундной точностью на основе тех методов которые были показаны на предыдущем слайде это как раз и позволяет достичь той самой определения координат аппарата ну и соответственно дальше передача этих координат аппарата на землю для решения навигационных и временных задач ну и пожалуй да последний слайд заключение на котором ну так кратко сформированы некие пункты которые будут решены надеюсь в ближайшее время и цель их одна это повышение точности координат на временных измерений на земле и в ближайшем космическом пространстве с целью формирования пространственной системы координат и временной системы координат которые будут служить основой для решения ну фактически всех прочих задач и в астрономии и в геодезии да и в астрофизике я думаю на принципиально новом уровне точность ну пожалуй все у меня спасибо за внимание давайте вопросы так все понятно или наоборот ничего не понятно да давайте полная 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 группировка 24 работающих спутника и даже несколько три или четыре в запасе есть более того есть план буквально две недели назад выступал товарищи из этого центра из синимаша из центра по наблюдению обработки есть в плане запуск принципиально нового аппарата под названием глонасс к-2 глонасс к уже летает это глонасс к будет дополнен во-первых третьей частотой то есть они все излучают в диапазоне l1 l2 у него будет l3 как раз цель именно повышение точности координат и плюс будет еще добавлено значит спутники глонасс имеют разделение частотное то есть каждый спутник излучает на своей частоте все спутники gps излучают только на двух частотах поэтому их наши легко и глушит как я понимаю наши спутники все излучают на разных частотах но это и дополнительные проблемы создаёт с обработкой поскольку на каждой частоте задержка своя в том числе в атмосфере и поэтому пока таких моделей нету в этом плане по точностным характеристикам чуть уступает ну вот запланировано на новом спутнике еще сделать и кодовое разделение как у gps то есть он будет каждый спутник определяться по особому коду так что такие планы плюс ко всему новые аппараты будут будут на новые аппараты будут ставиться принципиально новые стандарты частоты которые время честь сделала так скажем намного лучшее чем американские прочие другие плюс ко всему то что американцев нету аппараты ну два по крайней мере уже насколько я знаю оснащены подобными устройствами для тестов все остальные будут так же это скоро новое поколение а именно на каждом спутнике будет приема передатчик лазерный для как раз цели синхронизации часов на борту и таким образом у нас будет сформировано не будет получена некая так сказать шкала времени синтезированные на основе группового эталона не отдельные часы на борту будут использоваться а вот такая групповая шкала которая по статистическим характеристикам уже будет порядок лучше чем существующие и это планы они уже так сказать осуществляются и работают еще какие вопросы так ну че нету значит с проблемами понятно все осталось эти проблемы решить ну че все тогда спасибо спасибо да спасибо